Сегодня в Карачаево-Черкесии стартовал переход «Дружба народов» на лошадях карачаевской породы, посвященный Дню Победы. Конники проследуют по местам боевой славы и финишируют в Пятигорске. В переходе участвуют представители нашей республики, казаки из Ставропольского края. На старте с садниками встретился и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Десять садников участвуют в четырехдневном переходе на лошадях карачаевской породы. Он посвящен 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Нам очень важно пройти те места, где наши предки ценой собственной жизни защищали Отечество. Каждая из лошадей готова отправиться в долгий путь по горным местам. А финишировать участники перехода будут уже в Пятигорске. Десять лошадей принимают участие, карачаевская порода. От места Улак-Умыш до города Пятигорска, до памятника городу 9-му мою. И дальше уже пойдем в Горячеводск. Путь покажет. Мы считаем, что она подготовлена, выносливо, все готовы. Путь покажет. Ваше это точно покажет. Сами как будет. В конном переходе принимают участие представители казачества из Ставропольского края. Такие мероприятия позволяют нам помнить тот подвиг, который совершили наши предки. И главная цель перехода – тесное взаимодействие, дружба между народами, отмечают казаки. Когда приходит беда, в России нет национальностей. В России есть просто герои, которые защищают свою землю. Это сделали наши деды практически 80 лет назад. И сегодня, во знаменании 76-й годовщины времени окончания войны, наши ребята хотят пройти этим историческим путем от мест боевой славы, где сражались за Кавказский перевал, где остановили фашистских захватчиков, к столице федерального округа, в город Пятигорск, донести знамя победы. То есть надо помнить свою историю. Хотим наравне с теми людьми, кто принимает участие в парадах, отдать должное и память тем людям, которые сделали подвиг во время Великой Отечественной войны и прочувствовать хотя бы, если не кровью, то потом ту степень усталости, которую им приходилось испытывать в нелегкое военное время. У нас первый пробег на карачаевской лошади. И это первый у нас пробег, посвященный 9 мая, это первый пробег по маршруту. Надеемся, что он пройдет удачно и надеемся, что он будет традиционным. На своих резвых скакунах в конном переходе также принимают участие девушки-представители казачества. Хрупкая казачка Ольга Ганяева уверенно сидит в седле и достаточно ловко управляет своим жеребцом. Она уверена, что от хорошей подготовки лошади зависит успех в прохождении данного маршрута. Мы ходили в переходы 250 километров, 150 километров до подножия Эльбруса. Это походы, это вообще неотъемлемая часть жизни, наверное, конников, которые действительно любят это дело, которые любят лошадей. Это возможность соединиться с природой, соединиться со своей лошадью, то есть понять то, что она чувствует, то есть это вообще непередаваемое ощущение. И вот с флагами и знаменем победы конники двинулись в путь. На лошадях карачаевской породы участники перехода постят места боевой славы, дав испомнить бессмертный подвиг героев Великой Отечественной войны. Алихалип Шоков, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевский район.